Тасковала по погибшей любимой кошке, но потом случилось нечто невероятное. Сердце Лоры Галатсо было совершенно разбито после того, как в возрасте 17 лет умерла ее любимая кошка, но однажды к ней в гости пришел соседский кот Симба, и теперь он ходит к ней почти ежедневно. Год назад Лора Галатсо приехала жить в новый дом вместе с любимой кошкой Эллой. Однажды к ним в гости через окно заглянул красивый пушистый кот. Он посмотрел на меня, и когда я вышла наружу, мяукнул, словно поздоровался, рассказывает женщина. Кошка Элла наблюдала за гостями сдалека, сохраняя дистанцию. Кот Симба оказался довольно дружелюбным и с тех пор регулярно приходил к их дому, здороваясь. Элла сидела в доме и с расстояния наблюдала за ним. По словам Лоры, это выглядело очень мило. В начале июля кошка Элла заболела почечной недостаточностью, и ее пришлось усыпить в ветклинике. Лора жила с ней 17 лет и очень тяжело переживала расставание с любимицей, и кот Симба больше не приходил к ее дому, ведь тут его больше никто не ждал. Но спустя пару недель Симба вернулся, а потом начал приходить регулярно пару раз в неделю, словно опроведывая Лору. Иногда он ходил рядом с домом на крыльце, но чаще всего он приходил к гаражу и спал на моем внедорожнике. Симбе очень нравится, когда Лора берет его на руки и кладет на плечо. После этого он начинает ласкаться и получать удовольствие от того, что Лора его гладит. Я действительно думаю, что он вернулся, чтобы утешить меня, потому что откуда-то узнал, что моя кошка умерла, и что мне очень грустно из-за этого. Он появляется именно в те дни, когда мне особенно печально. Владелец Симбы, который живет в соседнем доме, удивился, узнав, что его кот регулярно ходит к соседке. По его словам, раньше кот никогда никому из соседей не приходил, и что это поведение показывает его настоящую любовь. Симба – особенный котик. Он настоящий нежный гигант, которого я очень люблю, говорит Лора. Я чувствую себя очень благодарной ему и дорожу его отношениям. Продолжение следует...